Вот права человека возникают, в общем-то, как вот уже законченная идея неестественных прав, а именно современная. После Второй мировой войны, после всех вот этих ужасов, она возникает следующим образом. Когда нас обижает преступник, то мы можем позвонить в полицию. А что делать, когда нас обижает полиция? А если само государство хочет нас уничтожить? Что делать вот с ним? Что делать с преступными тоталитарными режимами, которые убивают миллионы? Вот что с ними-то делать? Или как минимум десятки миллионов отправляют в лагеря? Вот с ними-то что делать? И вот, собственно, права человека были придуманы как конструкцию, чтобы защитить нас от этого государства. Которое, в идеале, конечно, не чудовище, но оно может превратиться в чудовище. Вот если оно вдруг начинает только превращаться в чудовище, у нас должна быть защита. То есть права человека были придуманы не для того, чтобы мы жили хорошо, а нет права на квартиру богатую, там нет права на хорошую зарплату, там нет права даже на медицинское обеспечение. Многие говорят, как же так? Вот нету в Европейской Конвенции. Невозможно пожаловать, что у меня нет пенсии, или что меня качественно не лечат. Они были придуманы, еще раз говорю, не для того, чтобы мы жили хорошо, а чтобы нас не бросали в топки Аушвитца. Вот они для этого были придуманы. Чтобы если ко мне приезжает черный воронок, я мог позвонить и сказать, извините, а где у вас ордер? А где суд справедливый? То есть вы не можете меня без суда и следствия убивать, вы не можете меня пытать. Укуда у меня взялись права человека? Потому что государство взяло на себя соответствующее обязательство. То есть государство, если оно с себя скидывает обязательства, у нас исчезают права. Но это же вопрос договоренности. Вот договоренность, она на том и основана. Пока мы в договоре, все работает. Вышли из договора, больше нет ничего. Умра!